Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцевой. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары и так коротко о некоторых из них. Эко-отели и уникальный оздоровительный комплекс. В Самарской области при участии губернатора Дмитрия Азарова обсудили реализацию новых инвест-проектов. Благодарственные письма и новые звания. В день сотрудников органов МВД глава города Елена Лапушкина наградила лучших полицейских столицы региона. Обеспечивают порядок перемещения грузов и умело проводят сложные ведомственные операции. Самарская таможня сегодня отмечает 30-летие. Слова поддержки от детей и взрослых участникам специальной военной операции. В областном центре прошла патриотическая акция «Письмо солдату». Как не навредить себе в погоне за модными тенденциями? Советы диетологов о питании вегетарианцев. Эко-отели – уникальный оздоровительный комплекс. В Самарской области обсудили реализацию новых инвест-проектов. Концепции объектов представили на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В нем приняли участие главы министерств, городов и районов региона, представители крупнейших промышленных предприятий, госкорпораций, предпринимательского сообщества и общественных объединений. Напомню, Совет по улучшению инвест-климата при губернаторе – это эффективная площадка, где обсуждаются вопросы, волнующие промышленников и предпринимателей, а инвесторы имеют возможность представить перспективные проекты и получить поддержку властей. Один из проектов, вынесенных на рассмотрение в этот раз – многофункциональный туристический комплекс в селе Зольное в районе Жигулевска. Эко-отель 45-ю модульными домами, бассейнами, рестораном планируют открыть на берегу Волги у подножия горы Стрельное. Дмитрий Азаров отметил, что реализация подобного проекта невозможна без поддержки местных жителей. Глава Жигулевска Илья Сухих заверил, что проект обсуждался с горожанами и был одобрен ими. По словам губернатора, такие проекты повышают туристический интерес к Самарской области. Сотрудники органов внутренних дел отмечают сегодня свой профессиональный праздник. В 1917 году народный комиссар внутренних дел Рыков подписал постановление о рабочей милиции. С 1962 года, после вступления в силу указа Президиума Верховного Совета СССР, эта дата отмечается как профессиональный праздник. В 2011 году указом Президента название праздника было изменено на День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Органы внутренних дел обеспечивают охрану общественного порядка в стране, занимаются предотвращением раскрытием преступлений, защитой и охраной частной собственности государственных объектов. Подразделения МВД обеспечивают безопасность дорожного движения, помогают гражданам в чрезвычайных ситуациях. Сотрудники органов внутренних дел противостоят экстремизму, криминалу в киберпространстве, коррупции, нелегальному обороту наркотиков, незаконной миграции. По данным МВД России, общее количество зарегистрированных в прошлом году преступлений в России по сравнению с 2021 годом снизилось на 1,9%, в том числе тяжких на 4%. Раскрыто более миллиона преступлений. Повысилась раскрываемость убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, краж, мошенничеств. По сравнению с 2021 годом сотрудники органов внутренних дел выявили и пресекли на 42% больше преступлений, связанных с производством наркотиков, на 11% с их пересылкой и на 7,5% со сбытом наркотических веществ. Самарских полицейских с профессиональным праздником поздравила глава города Елена Лапушкина. Она вручила отличившимся сотрудникам почетные знаки и благодарственные письма. На торжественном собрании побывал Андрей Горгуленко. Пообщался не только с действующими сотрудниками, но и с ветеранами службы, которые до сих пор берегут покой своих соседей. Для Тяфика Бурундукова день сотрудника органов внутренних дел не чужой праздник. Он более 10 лет служил старшим дознавателем. Сегодня мужчина вновь среди тех, кто защищает правопорядок в городе. Его наградили благодарственным письмом. Ведь недавно полученные на службе навыки пришлось применять на пенсии. 4 ноября во дворе своего дома ветеран увидел, как двое злоумышленников на авто ударили припаркованную машину и пытались скрыться с места аварии. Но Тяфик Рафатьевич преградил им дорогу и своими действиями помог задержать преступников. Признается, что по-другому поступить не мог, ведь всегда приходит на помощь, если видит несправедливость. Если бы они уехали, понимаете, они были в неадекватном состоянии. Они бы могли сбить, вообще бы горе кому-то принести. Ну не мог я, понимаете, иначе поступить вот так. А героем я себя не считаю. Его, а также действующих сотрудников полиции почетными грамотами наградили в честь профессионального праздника. Особо отличившимся полицейским вручили и очередные звания. Награды городским служащим правопорядка вручила и глава Самары Елена Лапушкина. Я благодарю за возможность присутствовать на этом собрании и поздравить вас с профессиональным праздником и сказать слова благодарности за вашу службу. Хочу вам пожелать, наверное, банальные, но так необходимые каждому человеку вещи. Это здоровье вам, вашим родным и близким. Хочу пожелать нам вместе жить в мирной, в сильной стране. Будьте счастливы, успех вам по службе. Мы очень на вас рассчитываем и очень рады, что трудимся вместе с вами. С праздником! В завершении торжественной церемонии начальник управления МВД России по городу Самара Дмитрий Урюпин поблагодарил всех за прошедший год и рекомендовал не снижать темпов и объемов работы, потому что служба не становится менее опасной и трудной ни в праздники, ни в выходные. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. И еще об одном герое. Александр Соколов, уроженец Куйбышева, ценой своей жизни спас несколько сотен человек в 1983 году. Имя сержанта с золотыми буквами вписано в историю Самарской школы номер 72, где ежегодно учащиеся вспоминают о герое и его подвиге. На традиционной линейке побывала и наша съемочная группа. Колонна автобусов с работниками авиационного завода едет по трассе. В начале потока милицейские «Жигули», за рулем которых сержант Соколов. Он сопровождает людей на традиционной сельхозработы. Внимание сотрудника ГАИ привлек большегруз, мчавшийся по встречке. КАМАЗ был неуправляем. Как потом выяснилось, за рулем находился пьяный водитель. Сержант Соколов всеми силами пытался привлечь внимание водителя, а времени до столкновения оставалось все меньше. Александр пытался его остановить звуковыми сигналами и не смог это сделать, потому что водитель потерял управление. И чтобы предотвратить наезд на автобуса с людьми, Александр поставил свою машину, тем самым остановил КАМАЗ и погиб. Он был награжден орденом Красной Звезды за личное мужество посмертно. В тот сентябрьский день 83-го ценой своей жизни сотрудник ГОРГАИ спас несколько сотен человек. Подвиг Александра Соколова вписан в историю родной 72-й школы и всего Кировского района. На протяжении 39 лет поколение учащихся чтят память сержанта. Традиционная линейка проходит 10 ноября, одновременно с профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел. В этом году памятная дата получила особый статус. В школе учредили стипендию имени Александра Соколова. Ее за отличие в учебе и другие показатели будут вручать ученикам 9-11 классов. Сегодня в день сотрудника внутренних дел мы впервые вручили эту стипендию ребятам. Ребята до последнего момента не знали. Это буквально в течение вот нескольких дней вопрос обсуждали, говорили, кандидатуры там пошли. И не знали, кто будет награжден. Для ребят это была приятная неожиданность. В числе первых, кто получил стипендию, 11-классник Тимур Матыгулин. Спортсмен, юнормеец, участник парада памяти, экскурсовод местного музея боевой славы. Активно занимается общественной работой в школе. Парень уверен, нужно быть активным и показывать себя в этом секрет успеха. С таким напутствием школьник обратился к своим сверстникам и ученикам младших классов. Я желаю ребятам быть активными, принимать участие во многих мероприятиях, которые предлагают старшие учителя, также администрация школы, потому что это очень важно на самом деле. Нужно с самых младших лет показывать себя. Нужно, чтобы в будущем о тебе были хорошего мнения. И нужно строить карьеру с самых малых лет. Помимо стипендии Александра Соколова, в этот день также учредили и вторую специальную награду имени Руслана Руднева, летчика, героя специальной военной операции. Он, как и сержант Соколов, выпускник Самарской школы номер 72. Стипендию будут вручать отличившимся ученикам пятых-восьмых классов. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Торжественные мероприятия прошли в эту пятницу в Самарской таможне. Ведомство отмечает 30 лет со дня основания. Сотрудников Самарской таможни поздравили представителя губернской думы, руководителя федеральных органов власти, аппарат главного федерального инспектора в ПФО. Из управления ведомства репортаж корреспондента событий Светланы Тимофеевой. Полковник таможенной службы Александр Пермяков проработал в таможне 28 лет. Говорит, хотел себя проверить. В результате строгого отбора был принят на службу. До сих пор считает свою работу интересной и романтичной. Служба в таможенных органах, она непростая. Таможенная служба включает в себя массу моментов. Это практически отрасль нашей экономики. Ощущение от удовлетворения сделанного – это, наверное, самая большая награда. Потому что результат того, что мы делаем – это благосостояние людей, соблюдение законности. Ну и это доставляет удовольствие. Наверное, не афанат своей работы. Сегодня в честь 30-летнего юбилея Самарской таможни Александр Пермяков, его сослуживцы и ветераны принимают поздравления от парламентариев, руководителей силовых структур и федеральных органов власти. Теплые слова передал и глава региона Дмитрий Азаров, который сейчас находится в служебной командировке. Таможенная служба является важнейшим элементом системы обеспечения экономической безопасности, эффективным регулятором внешней торговли, оказывающим заметное воздействие на процессы в российской экономике. Мы можем гордиться Самарской таможней, которая три десятилетия эффективно выполняет свои функции, способствует росту бюджетных доходов, инвестиционной привлекательности как нашего региона, так и России в целом. В 2023 году оперативные подразделения Самарской таможни боролись с ввозом на территорию страны контрафактных товаров, что особенно важно в условиях жесткого санкционного давления. Изъятый контрафакт ведомство передавало и продолжает это делать к Министерству обороны для подразделений, находящихся в зоне СВО. 30-летняя история – это уже серьезный возраст, серьезные достижения. На самом деле, мы все можем друг друга называть коллегами, потому что работаем плотно, работаем вместе, работаем над новыми проектами. Вы защищаете экономику, вы защищаете жителей, вы наполняете бюджеты. Недооценить вашу работу невозможно. За 9 месяцев текущего года, благодаря сотрудникам Самарской таможни, федеральный бюджет доначислено порядка 160 миллионов рублей. Оперативные подразделения ведомства в 2023-м пресекали случаи контрабанта наркотиков и стратегически важных сырьевых товаров. В результате оперативно-розыскных мероприятий за 9 месяцев текущего года было возбуждено 25 уголовных дел. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. Ученики самарских школ продолжают принимать участие во всероссийской акции «Письмо солдату». Дети отправляют послания участникам СВО со словами поддержки. Одна из учениц школы 154, Дарья Исакова, написала целое сочинение и послание нашло своего адресата. Ксения Баканова продолжит тему. Я перешла в 9 класс. В конце года меня ждут экзамены, и я немного волнуюсь. Но эти небольшие трудности не сравнятся с вашими. Каждый день поискуйте своей жизнью, защищая свою Родину. Дарья Исакова отправила письмо солдату две недели назад, но содержание помнит наизусть до сих пор. Не мудрено, ведь писала от души, рассказывает школьница. Даже подбирать слова не пришлось. Предложения будто сами рождались на листе бумаги. Неподдельная искренность отозвала сердце одного из бойцов. Мужчина был настолько тронут, что даже отправил видеообращение. За экзамены не переживай, мы будем со своими друзьями валиться за тебя и ругать, чтобы ты удачно сдала. Будь умницей, ты вообще молодец. Я даже не думала, что мне придет ответ, и я очень удивилась. Обрадовалась, наверное, то, что я не зря его писала, и то, что правда, возможно, как-нибудь поддержала солдата. В 154-й школе отправлять посылки и письма солдатам стало уже доброй традицией. Поддерживают бойцов не только ученики, но и их родители. Равнодушных нет. Стараются выпускники, не отстают и первоклассники. Педагоги говорят, все это помогает приблизить победу. Ведь бойцам, кто сейчас на передовой, так важно знать, что дома их очень ждут. Мы говорим детям, представьте, что это ваши родственники. Это не банальное дежурное письмо, что он говорит, «Здравствуй, дорогой боец, мы благодарим тебя за то, что ты защищаешь нас». Представьте, что это ваш родственник, и которому вы рассказываете о своей жизни, о своих радостях, о своих занятиях. И вот такие письма бойцам интересно читать. Три угла. Вера, надежда, любовь. Все письма бережно складываются в треугольник, и каждая обязательно найдет своего адресата. Ксения Баканова, Петр Поломеев. События. Каждый второй россиянин следит за своим питанием. 18% соблюдают диету, рекомендованную врачом. 33% опрошенных стараются есть здоровую пищу. Самой известной и старейшей системой питания является вегетарианство. Раньше она называлась «диета Пифагора» по фамилии первого самого известного вегетарианца. Отказ от продуктов животного происхождения – это не только философия бережного отношения к живому миру, но и большая ответственность за свое здоровье. О том, как не навредить себе в погоне за модными тенденциями, расскажет Галина Топилина. Жительница Самары Галина Каледа всю жизнь была заядлым мясоедом. Раньше завтрак без бутерброда с колбасой не засчитывался. Путь вегетарианства начался с йоги. Сначала она стала ходить на занятия, а спустя 7 лет стала тренером и еще больше погрузилась в философию духовных практик. По словам девушки, следуя принципу йоги Ахимса – ненасилие. Она постепенно исключала из своего рациона мясо, рыбу, морепродукты, яйца, некоторые молочные продукты, соблюдая все каноны духовного развития. Погрузившись в вегетарианство, Галина сделала для себя много любопытных открытий. Это достаточно разнообразная еда. Это, возможно, когда и сама только начинала, тебе кажется, а что тогда есть, если, например, ты не будешь кушать мясо, если убрать мясо, останется там рис, картошка, макароны, что ли. Но нет, по факту, если просто погрузиться в это, очень много всего интересного. И для меня вкус по-другому, вкус блюд по-другому раскрылся. Например, мой муж готовит шикарный вегетарианский плов. И в такие вот моменты ты понимаешь, что это не вкус мяса, например, делая его таким вкусным. Это вот какие-то специи или другие продукты. Антон, супруг Галины, рассказывает секрет того самого вегетарианского плова, простой, вместо мяса – шампиньоны. По его словам, подмена основного ингредиента только добавляет блюду-изюминку и никак не уменьшает его вкусовых качеств. Сам Антон от мяса не отказывается, но вегетарианскую философию супруги поддерживает. Я совершенно спокойно к этому отношусь, меня это как-то сильно не трогает. Если я прям чего-то именно хочу, я пошел себе на ярмарке, купил сардельчик, буженинки прекрасные. То есть позавтракал, яичко себе пожарил, поэтому в этом проблем вообще никаких нет. Когда мы работаем, там есть столовые, есть кафе, рестораны, где можно поесть прекрасные мясные блюда и самому не заморачиваться их готовить. Один из вариантов сытного и полезного завтрака в семье Галины и Антона – нутовый омлет с овощами. Нутовый омлет готовится без яиц и молока. Нут полностью заменяет белок, омлет, потому что мы его разводим в водичку, и он получается жидкий. В съемочной группе телеканала «Самара ГИС» удалось продегустировать настоящее вегетарианское блюдо. Необычный новый вкус для меня. Учитывая, что нут я не ела раньше, омлеты я предпочитаю классические. Здесь что-то такое экзотическое. Главное в этом деле – закусить все это колбаской. Колбаса на самом деле тоже оказалась растительного происхождения. Врачи отмечают, вегетарианская диета позитивно сказывается на здоровье человека. Снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза, подагры, нормализуется холестерин в крови. Снижается риск онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта. По словам медиков, во многом это связано с тем, что вегетарианцы, как правило, не только следят за своим питанием, но и в целом стараются вести здоровый образ жизни. Однако диетологи обращают внимание вегетарианцев на необходимость следить за разнообразием своего рациона и рекомендуют раз в год проходить полное обследование организма. В любом случае появляются дефициты. Дефициты по белкам, по аминокислотам, что может привести к различным видам аномии. Могут быть дефициты витаминов, особенно дефицит витамина В12, который находится именно в мясе, продуктах животного происхождения. Дефициты микроэлементов, цинка, селена, масса. То есть всю таблицу Менделеева можно взять и назвать, какие могут быть. Поэтому обязательно нужно смотреть. То есть вегетарианец должен постоянно раз в год делать чекап организма и смотреть по анализам крови, есть ли какие-то у него отклонения от нормы. Сухость и бледность кожи, быстрая утомляемость, отсутствие сил и энергии, головокружение, ломкость волос и ногтей – это первые признаки анемии на фоне отказа от продуктов животного происхождения. Для восполнения дефицита веществ на помощь вегетарианцам приходят витамины, БАДы и обогащенные специализированные продукты. Как вы считаете, из вас получится вкусный салат? А что вы предпочитаете – майонез или подсолнечное масло? А как вас порезать лучше – кубиками или дольками? В погоне с забережным отношением к природе не стоит забывать и о противопоказаниях. Вегетарианская диета не рекомендуется беременным и кормящим женщинам, детям до 18 лет, а также людям в период восстановления после операций. Галина Топилина, Петр Пламеев, События. Хоккеисты «Лады» продолжают уверенное выступление в первом сезоне после возвращения в КХЛ. Накануне «Тольяттинцы» переиграли другого лидера Восточной конференции – финалиста Кубка Гагарина прошлого сезона «Казанский Акбарс». Подробнее в нашей спортивной рубрике. Хоккеисты «Лады» одержали верх в битве лидеров Восточной конференции КХЛ. В гости к «Тольяттинцам» приехал «Казанский Акбарс». В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами. На быстрый гол хозяев «Казанс» ответили уже через полторы минуты. Во втором игровом отрезке Радулов вывел гостей вперед. Но автозаводчан это не смутило, и они уверенно продолжали навязывать оппонентам свою игру. Это вылилось в две заброшенные шайбы в третьем периоде. 3-2 – победа «Лады», которая продолжает возглавлять таблицу Восточной конференции. Определились даты и время начала заключительных матчей «Крыльев» в этом году. Помимо двух домашних матчей против «Урала» и «Локомотива», которые самарцы проведут 11 и 25 ноября, Волжане сыграют еще в Сочи 2 декабря против местного клуба и 9 декабря в «Столице» против «Спартака». Молодежка «Крыльев-Советов» на домашнем поле провела матч 17-го тура МФЛ против Ростова. Команду уже в первом тайме подарили болельщикам результативный футбол. Сначала гости открыли счет с пенальти, затем самарцы сравняли и вышли вперед. Но еще до перерыва «Южане» вернули себе лидерство. Во втором тайме случился только один гол. Хозяева сравняли счет на 54-й минуте. 3-3 на табло продержались до финального свистка. «Крылья» пока на 12-м месте. У юных самарцев есть еще две игры, чтобы попасть в 10 лучших команд, которые будут разыгрывать медали. Женская команда «Крыльев-Советов» сражается в чемпионате России за места с 7-го по 12-е. Шанс набрать очки и приблизиться к конкуренткам в таблице был в гостевом матче против Красноярского «Енисея». Но воспользоваться им так и не получилось. В первом тайме хозяйки поля открыли счет, а в концовке встречи еще дважды поразили ворота самарской команды. 0-3 – поражение «Крыльев», которые пока замыкают турнирную таблицу. С 15 по 19 ноября во Дворце спорта имени Высоцкого пройдут всероссийские соревнования и пятый этап серии Гран-при России по фигурному катанию на коньках «Волжский пируэт». Всего серия Гран-при включает шесть турниров. На каждом этапе выступают спортивные пары, танцевальные дуэты и фигуристы одиночного катания. Среди звезд фигурного катания на лед выйдет воспитанник Толятинской школы Егор Базин. Он поборется за медали в танцах на льду в дуэте с Елизаветой Худебердиевой, представляя Самарскую область. Пара является действующим чемпионом России, а также победителем первого этапа Гран-при, который проходил в Уфе. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Макулатуру принимают на стационарном экопункте по адресу улица Партизанская, 17-Б. В среду с 15.00 до 19.00, в субботу и воскресенье с 11.00 до 15.00. Либо по заявке для вызова эко-мобиля, который и заберет вторсырье. Заявки принимаются по телефону 8-927-685-98-53. С 15 по 17 ноября жители Самарской области могут протестировать федеральную платформу дистанционного электронного голосования. Его участники узнают, как устроено онлайн-голосование и помогут сделать систему лучше. Сообщают в телеграм-канале Кировского района. До 13 ноября включительно нужно подать заявку на госуслугах и дождаться статуса «Учтено в личном кабинете». Протестировать сервис голосования можно будет с 8.00.15.00 до 20.00.17.00. Принять участие в тренировке могут граждане России старше 18 лет. У них должна быть подтвержденная учетная запись госуслуг, сопоставленная с регистром избирателей ЦИК России. В телеграм-канале Департамента опеки напоминают, что самая надежная защита от гриппа – вакцинация. Медики рекомендуют провести процедуру всем группам населения. Прививка особенно показана детям, начиная с 6 месяцев, и лицам старше 60 лет. Людям, страдающим хроническими заболеваниями сердца. Сосудов, легких, сахарным диабетом, избыточным весом. Беременным женщинам, лицам из групп профессионального риска. Медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта. Американские ученые выяснили, что у кошек есть 276 выражений лица, которые они используют для общения и взаимодействия с другими кошками, сообщают в телеграм-канале Железнодорожного района. Авторы наблюдали за поведением 53 взрослых домашних кошек, которые находились в кошачьем кафе. За 200 минут, записанных на видео, ученые зафиксировали 186 контактов между животными. В итоге исследователи выделили 276 различных выражений кошачьих морд, во время которых животные вытягивали уголки губ, облизывали нос, поджимали усы, прикрывали глаза. 45% выражений ученые сочли дружелюбными, 37% агрессивными и 18% средними. На этом наш выпуск подошел к концу. Будьте здоровы, всего вам самого доброго, хороших вам выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова